Музей Салаватского химического завода – это уникальный архив предприятия. От первых руководителей, выдающихся сотрудников, до старинных чертежей и некогда засекреченных документов. Увидеть редкие экспонаты музея смогли салаватские школьники. Накануне 60-летия полета первого человека в космос ребятам рассказали, что эта история не только про один лишь химзавод, она про весь город. История уникальная, потому что это уникальное производство с уникальными видами продукции. И мы рассказываем в первую очередь о людях, которые построили этот завод, которые работали на нем, которые придумывали для производства что-то новое. Мы рассказываем о видах продукции, которые выпускает Салаватский химический завод. Рассказываем о нашей социальной жизни, о героях войны и труда. Очень много мы занимаемся поисковой работой и результатом этой работы стал наш музей. И в этом году выходит книга о нашем заводе, которая стала продолжением музейной работы. Салаватский химический завод ведет свою историю с 1962 года. Тогда Совет министров СССР поставил задачу запустить производство высокоэффективного ракетного топлива «Гептила». И оно стартует в Салавате в короткие сроки, уже в апреле 1965 года. По сей день продукция химзавода остается в своем роде эксклюзивом. Наше предприятие гордится тем, что оно входит в оборонный комплекс нашей страны. Оно работает на госкорпорацию «Роскосмос» и Министерство обороны, выполняет гособоронзаказ. И оно является единственным предприятием, которое занимается выпуском ракетных топлив для наших потребителей. Таким же поводом для гордости всегда была и остается кадровая политика предприятия. Поэтому в рамках экскурсии с ребятами проводят не только научно-познавательную, но и профориентационную работу. Вообще узнал, что такое Салаватский химический завод. Раньше просто слышал, а сейчас узнал изнутри. Оказывается, очень интересное производство, которое производит важные продукты для оборонно-промышленного комплекса России. Оказывается, не нужно никуда далеко уезжать, чтобы найти престижную работу. Можно остаться на родине и работать у себя дома. В один день здесь сошлось прошлое, настоящее и будущее предприятия. Ведь история Салаватского химического завода готова пополняться новыми именами. Алена Чернова, Радмир Загидуллин, телекомпания Салават.